Настроение всегда бодрое у нас, мы всегда в форме. Спорт идет рука об руку с духом соперничества, поэтому расслабляться нельзя, считает Николай Костицын. Свои 64 не пропускает ни одного соревнования. Участвуют и в завтрашнем массовом забеге «Лыжня России-2018». Но на данную дистанцию вышел уже сегодня, ни дня без тренировки. Просмотр трассы, надо посмотреть, где поворачивать, где обгонять. Ну, конечно, это громко сказано, но в наших силах еще и с молодыми подтягаться. В этом году рекордное число заявок. 15 тысяч участников сразу на трех площадках. В пойме реки Казанка, в Горькенско-Аметьевском лесопарке, основной на стадионе «Локомотив» в Юдино. Старство стадиона спортсменам предстоит пройти равнинную трассу, по желанию – горную. Сейчас идет финальная подготовка к запрошенному забегу, работают экскаваторы, трассу прокладывают снегоходы. Работы ведутся и в зоне зрителей, и болельщиков. Сейчас приступили к установке первой палатки, но уже завтра здесь будут оборудованы дополнительные пункты питания и обогрева, как для самих спортсменов, так и для их болельщиков. Спортсменам соревнования, болельщикам – праздник. На всех площадках зрители ждут не только фудкорты, но и зимние забавы, катание на санях и коньках. Совместить приятное с полезным собирается и Ландышминя Ахметова. На сегодня она оказалась в числе счастливчиков, успевших зарегистрироваться на соревнования. С подругой получила свой стартовый номер и спортивную шапку. Решили вспомнить старт. Почти все номера роздано, то есть в течение недели приходили организации. Обычные люди, которые хотят участвовать в соревнованиях, ажиотаж. Финальная прямая в подготовке к массовому старту дана. Завтра вся страна встанет на лыжи. Динара Камалова, Александр Лобанов, ТНВ «Казань». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин